Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. Сегодня у нас на связи с ГОР, хорошо знакомый и любимый нами Эльдар Намазов. Приветствую, Эльдар! Очень рад тебя видеть в такой, я вижу так, замечательной и красивой обстановке. Воздух, наверное, тоже. Спасибо, дорогой, спасибо за приглашение. Я приветствую всех наших зрителей. Да, Гела абсолютно прав, я сейчас в горах. Я ненадолго сюда приехал, скоро вернусь в Баку и восстановлю свою работу на других площадках. А пока что небольшой, я надеюсь, заслуженный отдых, потому что впереди большие события, впереди тяжелый сезон. Летом хотя бы с недельку-то надо немножко разгрузиться. Ну вот видишь, какие мы вредные, мы тебе мешаем отдыхать. Хотя я думаю, в данном случае не столько работает, сколько это приятная просто беседа. Эльдар, ну что, начну с места в карьер. Саввезу он прошел, но проблемы, в общем-то, остались. Проблемы остались, и понятно, что Саввез не мог решить никакие проблемы, а вот новых он мог добавить. Добавились ли новые проблемы за последнее время? Гела, я внимательно слушал все, что происходило в Саввезе, посмотрел энное количество экспертных оценок, и должен сказать, что, ну, на мой взгляд, Саввез решил главную задачу, и очень важные, в общем-то, итоги Саввеза, я бы даже сказал бы, чрезвычайно важные. И мы сейчас можем воочию убедиться в результатах этого Саввеза. Ну, что происходит в последние несколько дней? Армянская сторона не скрывает, что возлагало на это заседание Саввеза особой надежды, и после этого оглушительного фиаско в самом Карабахе, в Канкианде, начались очень интересный процесс. Я просто перечисляю то, что произошло за последние два дня. Ну, во-первых, Рубим Варданян обвинил Араика, что он обещал уйти в отставку и не ушел, и сказал, что, в общем-то, начинает серьезную уже борьбу с ним. Заявление было от пресс-службы Араика, что Рубим Варданян хочет замутить воду, и власти примут превентивные меры. Дальше там появилось какое-то ополчение народное, которое вошло в парламент и пригрозило новому спикеру, так называемый парламент, новому спикеру Адашнаков, чтобы он не пытался мутить воду, иначе они распустят и кабинет министров их так называемый, и парламент, и так далее. И параллельно с этим началось два дня, ну, я бы сказал бы, уже массовый такой исход армян из Карабаха. Два дня мы видим уже не какие-то группы, там по пять, по три человека время от времени, а сплошным потоком буквально на утро уже 110 человек прошли через Лачинский пост, половина из них прошла под эгидой Красного Креста, половина под миротворцев. Интересно, что российские миротворцы начали вывоз из этой зоны армян, которые имеют российские паспорта. Это вспомните, когда так называемые миротворцы вошли в эту зону, начинался такой процесс, люди говорили, что они раздадут паспорта, и потом эта территория вообще может присоединиться к России или что-то, разные были спекуляции. Но вот сейчас российские миротворцы, наоборот, оттуда выводят армян с российскими паспортами. Все это говорит о том, что вот тот процесс, о котором я неоднократно предупреждал, о том, что этот нарыв должен вот-вот лопнуть. Ни разу я и в твоей передаче, и на своих передачах рассказывал, какие там есть группы, три группы основные населения, какая между ними серьезная противоречия, и сейчас эти противоречия дошли пика, и я думаю, что именно заседание Совбеза ООН по этому вопросу стало последней каплей, после которой этот нарыв уже начал лопаться. Я думаю, что это ожидаемый, в общем-то, процесс. Я говорю, что мы об этом долго предупреждали, долго рассказывали, давали расклады всякие. Совбеза, он сыграл роль последней капли, которая переполнила эту чашу. Потому что, ну а дальше куда обращаться? Конечно, армянская сторона очень богата на фантазии, на выдумки. Они могли бы придумать какой-то совет безопасности Солнечной системы, но для того, чтобы туда обратиться, надо, во-первых, убедиться, что есть неземная жизнь, и из кого она состоит, и какие у них есть свои там координирующие органы, и какой порядок обращения к ним за помощью. Но так как это все слишком длительная перспектива, а люди живут сейчас, хотели бы определиться сейчас, я думаю, что Совбез ООН помог уже определиться и многим политическим силам, и гражданам по двум важным вопросам. Первое. Карабах – это территория Азербайджана. Это никем не оспаривается, даже само армян. И международное право, и сила на стороне Азербайджана. И поэтому-то вот это заседание сыграло роль спускового кружка. И вот утром уже армянская пресса пишет, что на закрытых совещаниях в Карабахе армянские сепаратисты уже объявили, что они частично деблокируют Агдамскую дорогу. Они начнут функционировать. И параллельно с этим начался вот такой массовый исход. Очень много среди людей, которые со вчерашнего дня и на сегодняшнее утро выехали из Карабаха, молодых парней призывного возраста. Это говорит о том, что, возможно, часть незаконных вооруженных формирований, которые имеют паспорта граждан Армении и не относятся к местному населению, которые там скрывались под видом каких-то контрактов, или что-то, среди некоторых уже прошел процесс, и многие предпочитают побыстрее оттуда убраться. Я уверен, что за кулисом этих событий стоит и неизвестная общественность, но очень жесткое предупреждение азербайджанских властей. Ну, вы знаете, что недавно помощник президента объявлял гейм-оверта, игра закончена, да, что Азербайджан уже больше не будет терпеть. Это была последняя попытка изменить что-то, попытка отчаянная, попытка нелепая, попытка бессмысленная, в чем они убедились. И вчера уже пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, которая еще неделю назад уверяла, что они ждут от Совета безопасности серьезных решений, резолюций, чуть ли не организации воздушного коридора, вопреки, по мнению Азербайджана. Сейчас они говорят, а что там ничего не предполагалось, мы ничего не ждали, никаких решений. Это же экстренное заседание, просто они должны были обсудить, вот они обсудили, и все. Поэтому дело, результат очень серьезный и уже имеет свои серьезные последствия. Вот посмотрим, как будет дальше этот процесс двигаться. Но, по крайней мере, вот последние два дня, вчера и сегодня, полно информации о том, что внутри сепаратистов начался открытый рай-здрай, и уже готовы различные группы биться в рукопашную друг с другом, а население начинается отток, в том числе и даже российские миротворцы выводят армян с российскими паспортами. Вчера была первая партия 40 с чем-то, сегодня 60 уже с чем-то, то есть нарастает этот поток. Посмотрим, что произойдет завтра, послезавтра. По крайней мере, для меня очевидно, что это вот тот самый случай, когда народ должен был лопнуть, и он лопнет. Понятно. Ну, кстати, вот это очень важный момент по поводу того, что, по слухам, пока по слухам, мы пока не знаем этого, откроется Агдамская дорога, она откроется для 24... Вообще, как ты себе это представляешь? То есть правительство Армении обратится к правительству Азербайджана с просьбой о пропуске этих 24 фур, потому что они стоят до сих пор на границе, как стояли, так и стоят. Ну, они пускай стоят. Это какой-то определенный уже символ, символ бессмысленной и авантюристической политики официального Еревана. Я думаю, что армянское правительство должно объявить о том, что оно с какого-то времени прекращает финансирование вот этого Карабахского сепаратического режима. Я говорю с какого-то времени, потому что это они включили в свой бюджет государственный. Бюджет государственный утверждается либо в конце прошлого года, либо в начале этого года. Ну, понятно, что они должны четко заявить, что эта практика будет прекращена. Любая гуманитарная помощь, которую они хотели бы направить в Карабах, это должно быть обращение к азербайджанскому правительству. Азербайджанское правительство будет решать, если в этом нужда, или же, если нужда, она частично какие-то грузы будет пропускать через Агнамскую дорогу. Если в этом нет нужды, Азербайджан будет сам эти вопросы решать. По идее, лачинская дорога должна использоваться для того, чтобы, ну, во-первых, люди поехали, увидели своими родственниками, там, и потом вернулись обратно. Лачинская дорога может использоваться для медицинских целей, потому что человека нельзя заставлять лечиться у того врача, которого он не хочет. Например, азербайджанцы часто лечатся в Грузии, я сам лечусь в Грузии, потому что не люблю азербайджанских врачей, но так получилось, что впервые мне диагноз был поставлен в клинике Тодуа, и там прекрасная была диагностика, прекрасное лечение, и я решил, что добра добра не ищут, и поэтому я продолжаю свои курсы лечения, когда там необходимо, в клинике Тодуа. Некоторые азербайджанцы едут в Европу, некоторые в Турцию, ну, армяне хотят, чтобы их лечил именно армянский врач, пожалуйста, пойдут полечиться, все и так далее. Вот такие чисто гуманитарные вещи. А то, что касается поставки товара, там, я не знаю, что-то, что-то, я думаю, большая часть всего этого будет проходить по Ахдамской дороге и по некоторым другим дорогам, которые тоже будут использоваться. Ну, это часть процесса, это часть процесса даже как символ, потому что понятно, что уже игра в этот всякие миа-цумы, в самоопределение, все этому положен конец и жители Ханкианды должны, в общем-то, определиться, кто хочет остаться, жить в Азербайджане. Вот, я думаю, часть тех, которые со вчерашнего дня выехали уже за два дня больше ста человек, и этот поток посмотрим, пока что только увеличивается. Часть из них это те, которые просто решили, что, ну, это раз будет уже территория Азербайджана де-факто, не только де-юре, да, я предпочитаю там переселиться в Армению или куда-то. Это естественный процесс. Из Армении уехали миллионы людей в другие страны, из Азербайджана тоже миллионы людей переселились после того, как Азербайджан стал независимым. И никто перед собой цели не ставит, что вообще до одного армяня, который сейчас проживает на эту территорию, они должны там проживать. Уже там проживает меньше половины того населения, которое раньше было. Больше армян-карабахов, я думаю, что в Армении, потому что все эти кланы Качаряна, Саркисяна, 20 лет господства в Армении. Это же все люди откуда? Это люди, которые переехали из Карабаха вот в Армению. И столько же их там и в России, и в Краснодарском крае, все и так далее. Это естественный процесс. Кто захочет остаться в Азербайджане, принять гражданство, для него будут созданы все условия. Эльдар, тут в связи с этим сразу же два вопроса, но первый вопрос такой. У меня большие сомнения по поводу субъектности де-факто властей Карабаха. то есть решение об открытии Акадамской дороги должны были принять в Москве. Это моя точка зрения. Не знаю, согласишься ты с ней или нет. Не соглашусь. Почему? Ну, во-первых, по большому счету это решение принималось в Баку, а согласиться с этим решением... Баку само собой, я говорю, согласиться... должны именно армяне, которые живут в Карабахе. Российская сторона здесь неформально за кулисами, да, она может играть большую роль, особенно в плане влияния на этих армян, которые там живут, но я хочу сказать, что там тоже идут неоднозначные процессы. И вообще насчет российских миротворцев это отдельная интересная тема, которая... Там есть несколько аспектов важных, которым можно обсудить, но что касается самих армян, то там интересный процесс дела. Там неожиданно так называемым спикером парламента избрали представителя Дашнадской партии, которая не имеет никакого большинства, это меньшинство в так называемом парламенте этого сепаратистского режима. Естественно, развито меньшинство, значит, его избрали с подачи большинства фракций. Это как раз на тот случай, если процесс уже пойдет в окончательную фазу. Именно тогда-то, я думаю, люди типа Раек думали, что отказаться от усилий с поста и автоматически во главе этого тонущего корабля оказываются Дашнаки и потом всю жизнь кого они будут проклинать, при какой власти сепаратизм окончательно умер в Карабахе был у власти Дашнак. Я думаю, что именно с этой целью его и подвели на эту ступеньку, но его пока там держат, пока что они сами стараются рулить, но вот такой очень показательный именно для того процесса, который я говорю, что Нарв должен был зарваться. вот сейчас там начинаются такие хаотические, все против всех, одни угрожают силой другим, другие угрожают силой этим, но этим должно было кончиться, это должно было кончиться битвой тараканов в банке, потому что другого исхода при нынешнем раскладе сил у них просто нет. Тараканы и пауки в банке, в банке, в банке, это понятно, но смотри, тут я, давай немножко посмотрим, без отмашки Москвы, вот эти де-факто власти, которые там, могли ли сказать, что да, мы согласны, они еще не сказали этого, давай прямо сказать, еще не сказали, но мы сейчас мы же обсуждаем теоретическое, то, о чем уже написали, уже сказали, могли ли сказать, да, мы готовы к использованию Агдамской дороги, которую нам предлагает Азербайджан в качестве вот альтернативы. Ну, Россия свою позицию объявила уже на Собъезе, сказала, что через Агдам дорога должна работать, и призвала не морочить голову такого высокому собранию как Собъез ООН такими мелкими вопросами, да, понятно, что уже позиция России была там озвучена официально, публично, и с этим уже не поспоришь. А что их заставило так поступать? Я думаю, что российское миротворчество тоже переживает кризис, да. Сперва был, первый этап был, когда они считали, что они вообще там царь и боги, они не обращали внимания ни на какие предупреждения азербайджанских властей, что хотели, делали, кого хочешь пускали, кого хочешь не пускали, они решали там граждане Франции, Испании могут приехать там в Ханчанды и озвучить антиазербайджанские какие-то лозунги или нет. Но с тех пор очень многое изменилось. Шаг за шагом азербайджанской власти они подвели к этой ситуации, когда уже без их неведома ничего там не может произойти. И сейчас Россия думает о том, что будет к концу этого пятилетнего срока. Понятно, что до конца пятилетнего срока этот сепаратистский режим не доживет вообще. Я думаю, что этот процесс раньше произойдет. И выступать по-прежнему с позицией, что миротворцы крышуют этих сепаратистов и там между Азербайджаном и непризнанной сепаратистской республикой стоит как заградительная эта линия это российские миротворцы. но этот вариант уже не работает. Дело это вариант не работает, потому что во-первых, Азербайджан не позволяет, чтобы это не произошло. Во-вторых, останутся там российские миротворцы или не останутся, это уже зависит только от одной стороны Азербайджана. Понятно, что мнение Еревана здесь уже вторичное. А там достаточно одного заявления Азербайджана, чтобы это все уже было прекращено. Раз не получается играть роль буфера между сепаратистским непризнанным режимом и государством Азербайджан, российские миротворцы должны себе придумать какую-то новую роль, из которой попытаться выйти на Баку, чтобы добиться от Баку, уговорить Баку на какую-то там пролонгацию их существования. Я думаю, что последние шаги российских миротворцев, когда их в Армении обвиняют, что они заняли проазербайджанскую позицию. Нет, это дело не просто проазербайджанскую позицию. Россия просто понимает, что со старой моделью миротворчества уже покончили. А что они могут нового предложить? У меня такое ощущение, что российские миротворцы постепенно переходят на позицию, что друзья, Баку, что вы хотите? Это ваша территория? Да, это ваша территория. Хотите азербайджанский флаг над Ханчандой? Да, пожалуйста, мы поможем азербайджанскому флаг над Ханчандой. Хотите возвращения азербайджанцев к беженцу? Да. Хотите, чтобы под ваше законодательство? Да. А что здесь тогда должны делать миротворцы? Я думаю, что они будут предлагать нам, чтобы они обеспечивали такую армяне останутся жить, чтобы они там ничего не боялись, а в соседних селах будут азербайджанцы. То есть, это уже межопшинный диалог с участием какой-то третьей стороны, которые живут совместно, все и так далее. Для армян, конечно, это катастрофическое будущее, как они считают. Это в составе Азербайджана, это азербайджанцы вернутся в Карабах, это законодательство Азербайджана, это флаг Азербайджана, все, 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 другого, видимо, модели уже для того, чтобы как продать свое миротворчество, продление своего миротворческой миссии, как его продать Баку, я другой модели я вот со стороны России не вижу, потому что, если они будут упираться, то результат однозначный. Азербайджан скажет стоп, до свидания, дальше мы сами, и они оттуда выйдут. Я даже не уверен, что Азербайджан согласится даже на то, что сейчас в Москве думают, что уже начать новую игру, помогать Азербайджану восстанавливать свое там конституционное в общем-то право закреплять и в этой зоне, и возвращение наших беженцев, и наше законодательство, и ханчанди, азербайджанский флаг, все так далее. Это мы все можем сделать и без российского участия. И Россия об этом знает. И поэтому удивляться тому, что Россия там дала отмашку, как вы говорите, да? Я думаю, удивляться не надо. дала. Да, дала, а куда она денется? А что она будет делать? Воевать с Азербайджаном? Дело. Она сейчас мечтает о том, чтобы зацепиться в этом процессе реинтеграции, уже не просто препятствовать реинтеграции, а зацепиться в этом процессе и там найти себе какую-то нишу. Вот о чем они должны думать, на мой взгляд, как эксперта. И судя по их шагам, они начинают думать именно в этом направлении, что реинтеграция неизбежна, Азербайджан в противном случае примет решение и проведет контртеррористическую операцию и решит все вопросы сам. Поэтому это нужно, если процесс не можешь предотвратить, в него постараться клиниться и там найти какое-то свое место. И они сейчас ищут свое место в процессе реинтеграции армян в Азербайджанской обществе. Я записал для заголовка, не знаю, сейчас, думаю, что такое будет, что в Москве мечтают зацепиться за процесс реинтеграции. Да, но это так и есть. Дело в том, что тот процесс, который они хотели, мы его благополучно похоронили. Сказали, что такого не будет. Раз наш президент поехал в Сочи на глазах у журналистов, сидя перед Путиным, сказал ему в глаза, что этот вопрос решен. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению. И Путин был вынужден из своего подготовленного заявления по итогам трехсторонней встречи выкинуть два пункта, которые были этому посвящены, которые были уже проанонсированы в прессе, что они там будут. И поэтому дело мы идем очень четко, очень твердо на основе и международного права, и устава организации объединенных наций, и военного превосходства нашего в этом регионе. Этот процесс неизбежный. И сейчас, я думаю, что это уже стали понимать и массы. Возвращаясь к теме коммуникаций, Борис Новосорген недавно у Людмилы Немери сказал следующую мысль, что проблема ведь в том, что КПП влачение до сих пор не признано армянской стороной. И, ну, фактически, не то, чтобы призвал, он представил такую модель, ну, пусть Ереван признает это КПП влачение как законное и договорится с Азербайджаном уже о провозе грузов и всего остального. Но уже на основании того, что это законное КПП. Насколько этот вариант рабочий? Ну, это вопрос к Еревану, это вопрос не к нам. Мы на своей границе поставили. себе как к эксперту, потому что ты в данном случае представляешь себя. А если бы я бы спрашивал там у этого, у какого-нибудь официального лица Азербайджана, я бы тогда привел бы этот ответ. А сейчас не принимаю, извини. Хорошо, хорошо, я тебя извиняю, дорогой. Что не сделать ради друга? Я отвечу на все твои вопросы. Ну, армяне первым поставили КСАХ там КПП. Сперва армяне поставили свой пост, и после этого на следующий день мы поставили свой пост. Спрашивается, если есть граница между двумя государствами, на одной стороне уже стоит пост, контрольный пропуск. Кстати, зачем они в этом поставили? Вот, понятно, зачем поставили, да? Чтобы из Армении туда не приходили непрошенные гости, не было ротации в гости и так далее. Может, именно для этого и они поставили? Они поставили, чтобы карабахские армяне бесконтрольно не могли въехать в Армению и будут проверять на благонадежность, допустим, или на что-то. Ну, это их личное дело. Они поставили пост, это их право, и мы поставили свой пост. Пост будет действовать с нашей стороны именно так, как мы относимся к международному праву. Имеет право человек посещать своих родственников. Имеет, мы его будем пропускать. Если будут случаи, когда Армения с той стороны не будет пропускать армян и будет говорить возвращайтесь обратно в Азербайджан, пусть будут такие случаи, мы тогда их тоже рассмотрим. А их признание нашего поста, она абсолютно бессмысленная вещь. В чем они будут упираться? Не признаем, что у вас там есть пост, через который уже прошли почти тысячу человек? Они их приняли? Нет, но они считают его незаконным, поэтому в СССР должно признать ставление. Ну, даже вы знаете, что незаконно кроме них никто так не считает. Нет, ну, это самое. Ну, дело, они должны уже вернуться к реальности. И эта ситуация уже подошла к такому точке, после которого игры, какие-то фантазии вымышленные, реальные. Иногда мне кажется, что я слушаю не армянские экспертные оценки либо политические выступления, а какой-то комикс. комикс с нарисованными какими-то сюрреалистическими такими пейзажами и так далее. Стоит пост на нашей границе, границе с Арменией. Чего они не будут признавать? А тысяча человек оттуда прошло, больше 700 было только по линии международного Красного Креста. Добавим туда то, что по российским миротворцам. Они их принимали? Принимали. И сейчас принимают вот за сутки еще 110 человек уехали. Я думаю, что все-таки это признание было бы шагом по нормализации отношений, так или иначе. Ну, я вам честно скажу, вот это уже мы от них никакой нормализации отношений, каких-то там шагов не ждем в том плане, что сколько они могут обманывать своих партнеров по переговорам. Азербайджан обманывали неоднократно. С первого дня, когда Никол Пашинев пришел к власти, и он, наш президент об этом говорил, он попросил время для того, чтобы там усаканиваться у них все и так далее. Ну, дали им время, у них было достаточно времени, и чем это кончилось? Поездка его шушу объявления, что Карабах это Армения, точка, и потом во время переговоров. Сколько раз в Брюсселе, в Вашингтоне были даны обещания, и были даже сроки названы, еще в конце прошлого года была возможность подписать мирный договор и так далее. Каждый раз они дают слово, а потом убегают. Поэтому Азербайджан просто де-факто реализует на практике и в реальной жизни свои суверенные права, которые подтверждены уставом ООН. И когда они это признают завтра или через год или через пять лет, это же факт из их биографии. Слушай, ну так или иначе выстраивать отношения нужно, ведь войну-то Азербайджан военное действие выиграл, надо же еще и мир выигрывать, так ведь? Ну мы мир выигрываем и таким образом дело, они другого выхода нам не оставляют. Они что, хотят, чтобы мы еще на 30 лет вели с ними переговоры, какая ширина должна быть колея, там, я не знаю, дороги, которая должна открыться в Нахчеванч. Ну понятно, что... Пожалуйста, мы всегда готовы к установлению всех нормальных мирных отношений. Когда они созреют? Через месяц созреют, через месяц, через год, через год, через 10 лет, через 10 лет. Вот и ты, и до этого с Шрифимом был разговор об этом, что острый дефицит доверия, потому что как раз таки перед наша передача была передача с Романом Богдасовяном, где я сказал простую вещь, нескромно себя цитировать, я сказал очень простую вещь. Что такое доверие между Арменией и Азербайджаном? На самом деле, ну нет таких субъектов Армения и Азербайджан. Есть люди конкретные. Армению в данном случае представляет Никол Пашинян, Азербайджан в данном случае представляет их томатиями. И доверие между Арменией и Азербайджаном, это доверие между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. По-моему, это очевидно. Потому что я сейчас про телефоны не буду спрашивать. Я вспоминаю известный анекдот советской поры, когда русский и поляк нашли кошелек на дороге. А русский говорит, сейчас поделим по-братски. А поляк так подозрительно на него посмотрел, говорит, нет, лучше пору. Поэтому это доверие, нам не нужно это доверие, нам нужно поровно. То есть зеркальное, то есть международное право, то есть межгосударственное отношение. Мы это доверие уже увидели, вот в кавычках доверие, вот столько. И в советское время, и до этого, и в годы независимости. Поэтому не по-братски, нет. По закону, по международному праву. А дальше, вот то, что вы говорите, доверие, я думаю, что оно выстроится через десятки лет. Через десятки лет, в лучшем случае. В лучшем случае. Да. Ведь, допустим, доверие между Францией и Германией после Второй мировой войны и строительства нового европейского сообщества, оно же не сразу началось с доверием между гражданами и между людьми. Это должно быть очень четкие политические решения на основе межгосударственных отношений. Должны начаться экономические отношения. В эти экономические отношения будут втягиваться люди. Сперва десятки, пункт сотни, а потом тысячи. Потом будут другие отношения в других сферах новой экономики. Постепенно, постепенно, может быть, через десятки лет мы можем говорить о том, что есть ли доверие и на ком-то уровне. А пока что давайте договоримся. Есть два государства. У этих государств есть свои суверенные права, закрепленные в международном праве, в уставе организации объединенных наций. И будьте милы их придерживать. О каком доверии мы можем говорить, если Пашинян объявляет, что Карабах это Азербайджан, он признает территориально Азербайджана в рамках этих 86 и 6. И другой рукой он подписывает бюджет Республики Армения, в которой заложено сотни миллионов долларов на поддержку этого сепаратистского режима. На территории Азербайджана. Вроде бы территориально целостно, с которым он поддерживает. дело, пока мы не выстроим межгосударственное отношение на основе международного права, а других каких-то понятиях, как там доверие, там это все и так далее, доверие надо еще завоевать. Доверие надо завоевать этими шагами по реальному признанию суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, вывода оккупировавших войск, остатков оккупировавших войск, которых они сейчас всех контрактников переделали, после прекращения финансирования этих сепаратистских структур. Вот этими шагами-то и завоевывается постепенно и устанавливается постепенно доверие. А не сперва доверие, а потом такие шаги. Этого не бывает. А я не вижу противоречия между тем, что я сказал, и между тем, что было сейчас сказано. Доверие, основанное на международном праве Ачхин-Вич. Ну да. В общем-то, слушай, еще один такой момент, проскользнула информация о встрече в Борде. Что-нибудь известно о ней? Да, армянская сторона эту информацию озвучила, и она озвучила как раз так информацию о том, что Ахдамская дорога деблокирована будет, как они говорят, частично. Вот. Но я не знаю, что они под этим подразумевают, частично. Но главное, чтобы она начала работать. И второе, там вот эта встреча, которая планировалась в Евлахе, там сейчас разговоры о том, что она будет в Борде. Ну, нам все равно, Евлах, Борда, все наши территории, Хантинди, наши территории, Евлах и Борда. То есть, подожди, озвучила, я слышал слухи об этом, а уже озвучила, или это тоже пока слухи? Знаете, есть там в Армении несколько сайтов, которые читаются близкими к властям, и они озвучивают какие-то там информацию эксклюзивную, которую у них есть, все и так далее. Вот там это была информация о том, что Райка об этом объявил на заседании, что информация такой, да? Ну, которая, как правило, потом подтверждается. И дело, если мы посмотрим в целом, что происходит после вот этого Совета безопасности, то, что внутри происходит, когда они уже стенка на стенку пошли, уже откровенная драчка пошла, и то, что оттуда вывоз начался, и российские миротворцы там с русскими паспортами армян вывозят, а другие там местные жители уезжают, которые не хотят там оставаться, да? Это все показывает о том, что и открытие Ардамской дороги неизбежно, и ходят там переговоры бордели, влахи, оно тоже неизбежно. Это обязательно. И не могу не озвучить, Владимир Пагасян на канале Найан Топан, я просто услышал это заявление, причем, по-моему, в шорте я услышал, то есть я его не смотрел, предложил следующую вещь, что вот ну, этой Армении и Азербайджану нужно избавиться от инструментов давления России и шантажа России и очень простой путь предложил. Почему бы Азербайджану не признать независимость Карабаха и избавиться от России полностью? И тогда, вот тогда будет всем счастье. Я сказал так. Я не знаю, ой, я не знаю, ты меня, конечно, развеселил вот этим цитатой. Я вспоминаю очень интересную историю, я о ней мало рассказывал, может, когда-нибудь подробно рассказать, но я был молодым экспертом еще, но меня знали в Москве, в Советском Союзе, потому что я там в Москве работал, в институте, в котором занимался национальными проблемами. Ну, приехала делегация во главе с Андреем Сахаровым в Баку в Ереме. Его сопровождала целая группа. И его супруга Алиханя и там экспорты, три-четыре экспорта, не буду назвать их фамилии, я говорю, подробно я как-то другой раз расскажу. И они, когда прилетели в Баку, сперва в Баку, потом Ерема, они из Москвы у своих экспортов спросили, до встречи в Баку с общественностью, с руководством республики, с кем нам посоветовать, если там какой-то грамотный экспорт. И те почему-то назвали мою фамилию. Что же почему-то? Хватит скромно лечить. Они позвонили меня, пригласили на встречу с ним. Это происходило в гостинице старый интурист. пригласили по-моему на 5 или на 6 часов, они прилетели вечером. И наш разговор затянулся до 12 ночи. В Баку был комендантский час. И Андрей Сахарова попросил руководства этого интуриста, чтобы мне выделили комнату, чтобы я до устра остался там, потому что меня военный патруль мог тогда арестовать, потому что я комендантский час вышел из этой гостиницы. Там был интересный эпизод. Когда я предъявил претензии Андрею Сахарову насчет того, про армянских его заявлений, самое интересное было, что он признал свою неправоту, более того, его супруга Алиханя, она вмешалась в разговор, сказала, это я виноват. И от своих родственников в Баку и в Карабахе получал информацию и не переправею, звонила, говорила об этом Андрею, а Андрей зарубежной поездки, брал это все и говорил на весь мир, там через радиостанцию Свобода или Голос Америки, что-то, а потом мы выясняли, что там, оказывается, это моя ответственность, и потом она мне, знаете, что сказала, в присутствии всех, а вы знаете, вот как бы было благородно со стороны Сарьбанчана вот сказать, вот берите корабль, он ваш, вы знаете, как вас зауважали бы во всем мире, я говорю, ну, армяне тоже уважаемая нация, она тоже могла бы это сказать, Карабах это азербайджанская, значит, армян тоже стали бы очень сильно уважать, она обиделась и отвернулась от него, прошло 30 лет, где-то Погасян опять повторяет вот эти вещи, что Азербайджан вдруг возьмет и откажется, но он, шутил, а то, что я рассказываю вам о истории вот с этим, с приездом Сахарова, это абсолютно правда, там было очень много интересных подробностей, я как-нибудь обязательно расскажу более подробно о том, какой там был разговор, потому что он имел очень важное значение, знаете, важное значение, очень многие процессы потом начались именно после приезда Андрея Сахарова в Баку Вирьево, я скажу для интриги скажу, хорошо, для интриги скажу твоя передача, азербайджанцев выдавливали из армии группами, группами, постепенно, вот процесс приобрел тотальный характер, и в него включились все государственные органы армии, после того, как Сахаров приехал с этой миссией в Баку Вирьево, и объявил, что он нашел выход симметричный, который обе стороны может удовлетворить, давайте проведем референдум среди армян в Азербайджане, и референдум среди азербайджанцев в Армении, и как они проголосуют, вот эти территории будут обменены, обменены, то есть он предложил, он сказал, что право на самоопределение имеет не только армяне, живущие в Азербайджане, но и азербайджанцы, живущие в Армении, когда я от него услышал это, я вам сказал, знаете, уважаемый господин я вам я вас уважаю за то, что вы постарались найти какой-то вариант, который был бы симметричным, который он говорил бы не только о правах армян, но о правах азербайджанцев, но с этим не согласятся ни в Армении, ни в Азербайджане, это все-таки перекройка границ, и он поехал в Армению, об этом объявил, что я Горбачеву уже доложил, мое предложение Горбачеву заключается в том, что был референдум и в Армении, и в Азербайджане, и Горбачев сказал, поезжайте и поговорите с этим и в Баку, в Ереване, да, когда армяне от него это услышали, буквально через неделю началась тотальная депортация всех азербайджанцев из Армении, в нем уже принимали участие не какие-то бородачи, там, неформальные, там, боевые группы, в них принимали участие полиция, прокуратура, партийные органы, советские органы, и они буквально за несколько месяцев полностью депортировали всех азербайджанцев из Армении, потому что они испугались, что азербайджанцам тоже могут дать право на самоопределение и провести референдум в самой Армении тоже, для того, чтобы этого не допустить, вот они тотальную такую депортацию азербайджанцев устроили, сколько человек там погибло, сколько людей умерло, а потом, когда эти же разбирательства пошли, там были наказаны, для проформы наказали, но что показательно, кто были наказаны, первые секретари, прокуроры, начальники полиции, то есть все, кто непосредственно, весь госаппарат Армении непосредственно принимал участие депортации азербайджанцев из Армении, не какие-то там неформальные группы, там комитет Карабах или что-то, да, и это было ответом армянской стороны на предложение Андрея Сахарова провести референдум и в Армении, и в Азербайджане, и не просто предложение было, оно было согласовано, как Сахарова говорит, что я об этом уже доложил Горбачеву, он сказал, что они против, поезжайте в Баку, в Ереван, я думаю, Горбачев понимал, что из этого ничего не выйдет, но то, что такая, говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад, то, что благие намерения этого академика Сахарова привели к тому, что тотальная была депортация всех азербайджанцев из Армении. Действительно, яркая иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад, действительно, яркая иллюстрация того, что Сахаров был очень моральным человеком, несомненно, в морали Сахарова я не сомневаюсь. Я тоже, кстати говоря, я был удивлен, я его поблагодарил, когда он признал свою неправоту, и даже Алиханян взял на себя всю эту вину, что я его дезинформировал, и он делал такие заявления, да, но, и потом он предложил, что давайте, если референдум, но не только среди армян, которые живут в Карабахе, но и среди азербайджанцев, которые живут в Армении, но он был большим ребенком в политике, и это все воспринималось на ура, на каком-то мегауровне, макроуровне, на макроуровне, действительно, это выглядело очень морально, а спускаясь на грешную землю, мы получили ад. Наверное, эту историю нужно очень серьезно распространять, и нужно, чтобы все об этом помнили, и все об этом знали, потому что, ну, что я сейчас буду говорить, почему, это очевидно. Понятно, понятно, да. Вот их апелляция к праву на самоопределение. Вы сами у себя на территории тотальную депортацию провели население азербайджанского, чтобы они не имели возможности самоопределять. И что вы ждете от нас? Вот, а вот это очень важный вопрос, что ждать? Я, это как раз таки вопрос о победе в мире. Ведь сейчас очень важный вопрос, даже не в том, что это, важен вопрос, какие будут отношения сугубо деловые, без, если я бы вообще, если бы была бы возможность, если бы была бы моя бы воля, и если бы это было бы вообще физически возможно, я бы исключил бы эмоциональную составляющую между отношениями, между двумя народами, но такое невозможно. Такое, к сожалению, невозможно. Нет, для политиков это возможно и нужно, и необходимо. Политики принимают должны решения без каких-то эмоциональных таких дополнительных фонов. Наше руководство это может, это умеет делать, а вот с армянской стороны я это не вижу. У них эмоциональный фон зашкаливает все рациональное, все трезвое, все то, что важно и нужно сделать с точки зрения международного права. Очень я же не случайно привел, я же не для того, чтобы пошутить, привел то, что сказал Владимир Пагасян, ведь ключевая фраза тут не в том предоставить независимость Карабаху или там не предоставлять и так далее. ключевая фраза была для того, чтобы избавиться от шантажа, для того, чтобы избавиться от влияния России. И если уж Пагасян Владимир об этом говорит, это означает, что это действительно задача, которая стала актуальна. Но самое... Нет, Гела, позволь, иногда мне тоже с тобой спорят. Конечно. Вот если бы он озвучил, что отдавайте Карабах, отдадим Азербайджану, чтобы избавиться вообще от российского влево. Тогда я сказал бы, да, это для них стало актуально. Но он же так не говорит. Он не у власти, кстати, так что тут можно быть спокойными. Но я бы сказал так, что самый простой путь для того, чтобы избавиться от шантажа России, это поддержка Украины. И вот тут у нас осталось немного времени, но я бы хотел в двух словах сказать поговорить с тобой об этом. Позиция Азербайджана по отношению к Украине и к тому, что там происходит. Такой небольшой краткий бриф, если можно. Ну, если коротко, с первого дня независимости Азербайджана и Украины, распада Советского Союза, мы поддерживали друг друга Азербайджан, Украина, Грузия, особенно вот эта тройка, ну, еще Молдову можно назвать другую, но у нас можно десятки эпизодов вспомнить, как Украина защищала Азербайджан, или Азербайджан защищал Украину. В вашей, по-моему, передаче это звучало, когда на первом собрании в Алмате, когда Алматинская декларация принималась, Ельцин не хотел, чтобы туда приехала Азербайджан и Грузия, потому что насчет Терцелл, Азербайджан и Грузии, у них были другие планы, они хотели раздербанить Грузию и Азербайджан, да, и поэтому под надуманным предлогом, что там конфликты есть, ну, у Армении с нами конфликты, Армению туда Ельцин пригласил. Там, я не знаю, в Таджикстане война гражданская, он пригласил. С Молдовой тоже конфликт Приднестровья, но он пригласил. Азербайджан и Грузию имеется. Вот тогда мы были приглашены туда, об этом часто рассказывал Арсим Мусабеков, который, он сам был личным участником этого процесса, был нашей делегации. Когда Ельцин увидел азербайджанскую делегацию, он спросил, кто их пригласил, на этот пор президент Украины Леонид Кравчук сказал, Украина пригласил. И наши границы там были подтверждены, мы подписали эту декларацию, сейчас Армения вынуждена ссылаться именно на эту декларацию принимать нашу территориальную целостность. Я к чему веду? Да, Азербайджан полностью поддерживает Украину. Мы это показываем, ну, не скрываемся. Мы оказываем гуманитарную помощь. Мы помогаем им с электрооборудованием, чтобы погруженные во время бомбежек объекты энергетической сферы были быстро восстановлены. Когда Каховскую ГЭС разживали, мы помогали насосами, там, трубами для выкачивания воды. Мы у себя проводим реабилитацию детей, пострадавших против войны. Украинские дети приезжают к нам, лучше психологами занимаются, они отдыхают лучше в курортах, они едут по всей стране, для них специальные программы. Ну, сейчас машинами для разминирования помогаем. Дело, представь себе, для нас самих это огромная проблема. Уже свыше трехсот, если я не ошибаюсь, мирных граждан погибли после войны, взорвавшихся на этих минах. Нам нужна огромная поддержка, дополнительная поддержка и оборудованием, и машинами для разминирования. Но учитывая, в каком состоянии находится сейчас Украина, мы делимся своей частью оборудования и будем проводить для них тренинги, чтобы они могли пользоваться для разминирования. Это наша официальная позиция. Президент Украины неоднократно выражал нам свою благодарность на последнем саммите европейском Молдове он именно с президентом Азербайджана встретился, большая была беседа, опять выразил свою благодарность. Это наша позиция, мы друзей никогда в беде не бросаем, всегда им помогаем. Нравится это Москве, не нравится Москве, это их личное дело. Я обычно в таких случаях привожу такой пример. Мы строим союзнические отношения, не союзнические отношения, военно-политический союз с Турцией. И очень глубокие стратегические союзнические отношения с Израилем. А между ними было десятилетие вражды. Они даже назвали свои посольства. В Турции шла антиизраильская пропаганда, в Израиле шла антитурецкая пропаганда, а Азербайджан одновременно с самыми этими странами устраивал с одним военно-политическим союзом, а с другим углубленные стратегические отношения. И в Анкаре, и Тель-Авиве прекрасно понимали, что это интерес Азербайджану, поэтому спокойно с этим соглашались, смотрели, да, ну, у нас с Анкарой или Анкарой с Израилем, с Тель-Авивем холодные отношения, но мы оба хотим дружить с Азербайджаном, Азербайджан с нами дружит и развивает тесные отношения. Вот поэтому то, что наше отношение к Украине, это отношение зависимости, их отношение к нам такое же, то же самое. И поэтому тут, по-моему, ничего нет неудивительного и никто не имеет права в это вмешиваться и ставить нам какие-то условия. Вот Иран пробовал нам ставить условия, чтобы мы ограничили стратегические отношения с Израилем. Ну и что? Грозили, подводили войска к границе, проводили там военные маневры, что пересекло, форсирует реку Араз и Сирут Азербайджан с лица земли. Азербайджан что испугался, что Азербайджан отступил, Азербайджан свою армию вывел и провел свои маневры вместе с турецкой армией. Как форсироваться раз в обратном направлении. И мы им сказали не вмешивайтесь в наши дела и мы сами определяем свою внешнюю политику. Вот пример был конечно же занятный, но я думаю, что все-таки он некорректный. Ни Израиль, ни как это может быть некоторым зрителям не покажется странным, Турция никогда не вмешивались, не будут вмешиваться во внутреннюю политику и вообще политику Азербайджана. А вот Москва на раз, два, три. В этом разница. В этом разница. Ни Израиль, ни Турция не представляют угрозы национальной безопасности и самому существованию Азербайджана. А вот Москва представляет самую главную. Поэтому может быть не совсем корректный пример. Я с тобой не соглашусь дело, потому что ты объединил внутреннюю и внешнюю политику вмешательств. Конечно, Израиль и Турция во внутреннюю политику Азербайджана не вмешиваются. Но если бы мы сейчас стали бы строить какие-то особые отношения с Ираном, обмениваться с ними военными технологиями, дружить, я думаю, у Израиля возникло бы очень много вопросов и они нас не сами бы давить, но просто это обрушило бы все наши особые отношения с Израилем. В плане внешней политики очень часто это влияет. Вот ты с кем дружишь и как дружишь. Это влияет. Если уже в общем брать и внутреннюю политику добавлять, то нет, это оказывает серьезное влияние отношения с одним государством на отношения с другими. А что касается угрозы российской, да, это мы же все прекрасно понимаем, Азербайджан и Грузия это те страны, которым не надо объяснять, какую угрозу представляет для нашего региона и для наших стран великодержавный российский шовинизм, имперский шовинизм. Это мы прекрасно понимаем. Ну, это все дело, поэтому я же говорю, что разница, разница, конечно же, все-таки большая. В России это дистанциональная угроза самому существованию Азербайджана. До сих пор. И пока они будут в том виде, в котором они есть, они будут угрозой. Ровно так же, как и для всех нас. Вот на этой... Ну, вот, Гела, позволь мне в конце тогда иронично заметить. Мне кажется, что в Баку это лучше понимать, чем в Тбилиси. Да нет, в Тбилиси это тоже прекрасно понимаю, другое дело, что в Тбилиси... Ты так уговариваешь меня знать... я не уговариваю тебя. Мне кажется, что... Эльдар, в данном случае просто был пример Израиль и Турция. Я думаю, что Израиль и Турцию сравнивать с Россией все-таки не стоит. Это разные страны и качественно разные. И вот на этой оптимистической ноте, что кроме России в мире еще и существуют другие страны очень интересные, позволь мне загруглить нашу беседу и сказать тебе огромное спасибо от имени всех наших зрителей, что ты оторвался от отдыха, заслуженного, подчеркиваю, заслуженного отдыха и уделил нам время. Но с другой стороны, когда ты работаешь, тебя выдернуть трудно, а на отдыхе легче. Да. Спасибо, Кила, большое за приглашение. Я на самом деле приехал сюда и первым делом сел за работу и там кое-что написал, послал. Мне вообще-то условный отдых. Просто прекрасный воздух, прекрасная природа. Это Исмайлинский район Азербайджана. Я люблю именно здесь отдыхать, хотя у нас много других хороших горных курортов и на севере, и на юге. У нас тоже много хороших горных курортов, поэтому на следующий год давай к нам. Вместе отдохнем. С удовольствием. С удовольствием. Огромное спасибо еще раз. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!